Музыка Именно мечта дает нам мотивацию, в отличии от гнева, который дает смерть. Музыка 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 И мы должны, собственно, ему помешать и найти Мию и разобраться, найти вообще сыворотку. В общем, полный винегрет, мы по порядку во всем разберемся. Значит, сразу говорю, я пока на пробу делал запись, я случайно убил эту Маргарет. И за это мне дали ачивку. Потому что в этот момент ее убить нельзя, ее можно только оглушить. Вот. И вот, собственно, она. Она нас пока не видит, мы пробираемся вот в это место, которое мы просветили, ну, статуэткой паука. Да, собственно, двигаемся дальше, не стоим на месте. Значит, надеюсь нам... Блядь, где же в этой залупе почитать донат эта старая, сука? Так, ну чё, а мы... Изя! Ой, то есть, Итан, не матерись! Капец, капец, капец. Ну что же, вот мы вышли куда-то... Где? Где я? Какого чёрта... Проснись и бой, Соня. Пора ужинать. Идём, Мина ждёт. А вышли мы, значит... Так, вот твёрдое топливо. А вышли мы на противоположную сторону. Да. Старого дома первого этажа. Значит, что? Что у нас? Что у нас? Давайте мы это топливо, наверное... А, мы его вообще смешаем? Так, топливо. Нет, мы пока ни с чем его не смешаем. Но, по-моему, его можно смешать с эпоксидом, если я не ошибаюсь. Тут у нас нужна, по-моему, рукоятка специальная, вот, чтобы поднять мост. Мы должны её для начала найти. Итак, вот у нас дверь. Изображена ворона. Так, что у нас? Тут у нас какой-то шкаф. Вот эпоксид. И давайте смешаем. С эпоксидом получим топливо. Топливо для горелки. Да. Ну что же, ключ вороны. У нас пока его нету, но мы где-то здесь должны его с вами найти, поскольку я помню. И записка. Зоя, ты снова попыталась пробраться на второй этаж, да? Что, думала, не замечу? Даже после того, что стало с Авелиной, ты всё болтаешь о каком-то непонятном лекарстве. А что ты собираешься сделать с этим аппаратом? С этим алтарём? Ну, держи-ка свои ворованные руки от него подальше. Никто не смеет прикасаться к святому алтарю. Думаешь, твой отец и я дурник? Избалованное, убогое дитя. Лучше бы ты не появлялась на свет. Ты такое ничтожество осмотришь на нас сверху вниз и хочешь сбежать из дома. И это после всего, что мы для тебя сделали. Ничтожество, ничтожество, ничтожество. Если ты хоть раз дотронешься до моего алтаря, я отрежу тебе грудь и зажарю на обед. Ух, блядь, жёстко. Ну, очевидно, что это записка от Маргарет Бейкер, которую мы сейчас только что недавно видели. Очевидно. И, скорее всего, эта записка уже оставлена тогда, когда уже она заразилась вирусом. Ну, неудивительно, собственно, неудивительно. Наша сейчас цель это пробраться на алтарь на втором этаже. А для этого нужно найти ключ вороны. Да, ключ вороны. Вот у нас какой-то подземный ход. Вот, давайте сюда зайдём. И, может быть, здесь что есть. И здесь, собственно, поищем этот ключ и всё остальное. Так, бочка, психоскимулятор. Давайте применим его. Так, вот ещё эпоксид. Отлично. О, фигурка. Опять же, народ, не буду спойлерить, но такие фигурки будут встречаться также и в восьмой части, да. Ну, в виллэдж. Это не спойлер, не переживайте. Вот рукоятка. Ааа, где у нас рукоятка? Деталь, способная приводить в действие разные устройства. Так, ну всё. Всё мы здесь, по крайней мере, нашли. Так, давайте выбираться отсюда. И уже пробираться в алтарь. Ой, блять, что это? Пробираться в алтарь и уже добывать наши сыворотки, так скажем. Что ж такое? Эти мошки летают постоянно. Давайте заюзаем пистолет, потому что что там... Как-то их многоватенько, так. Так, как-то многоватенько. Так, ну давайте, собственно, для начала вернёмся в то место, в котором мы, если я не ошибаюсь, добыли... Ааа... Ну, добыли... Короче, мы горелку изготовили. Сразу говорю, Маргарет Бейкер можно убить, можно оставить в живых. Это уже... Ну, то есть не убить, мы её по-любому никак... Мы её не убьём. Именно оглушить, я имею в виду, именно оглушить. Но в этом нет смысла, это пустая трата патронов. Но в Steam-версии, если у вас Steam-версия, за это дают ачивку. Хотя, кому она нахуй нужна, эта ачивка, я не знаю. Но... Собственно, вот так вот. Топливо. Ещё одно топливо, ещё... Твёрдое топливо. Так, тут у нас ещё что-то вон есть. Ещё фигурка. Нормально так. Нормально. Ой, нам нужно зайти сейчас в ту... В прозрачную дверь, если... Ааа, да, конечно, зайди, блядь. Так, блядь, прям так мы и зашли. И давайте присиди, пойдём. Блядь, она следит. Давайте провернём. Поставим мост. Что делать? Сейчас отоберёмся до этой комнаты. Быстренько. Быстренько закроем дверь за собой. Ой, быстрее, быстрее. Так, вот у нас. Сундук, да, и в нём ключ с вороны. Да, именно это. Именно так у нас сейвпоинт сработал. И заканчивается место в инвентаре. Это хреново. Нужно сейчас в сейврум скидывать всё. Ключ, к которому прикреплена птичья голова. Так. А, уже места нет. Ну, конечно. Чё-то... О чём тут говорить? В общем, народ, возвращаемся мы с вами в сейврум. Собственно. А здесь нет сейврум? Стоп. По-моему, здесь был сейврум. Нет, ни хрена подобного. Ничего здесь нет. Нам нужно в то место возвращаться. Они как-то странно летают. Мне хрена, чёрт. Не целишься? Начинается время. Блядь. Как теперь? Чё мне теперь с тобой делать, дура? Что ты сказала, блин? Ты чё, ты чё шутишь, что ли, так? А, мы здесь можем пройти. Чё-то я тупанул. Давайте ещё используем добавку. Может, чё ещё по пути найдём полезное. Вот, я же говорю, прям накаркал, но накаркал в лучшую сторону. Вот, ещё аптечку сделали. Нормально, нормально. Почему, собственно, нет? Просто идём назад. Вот, через такие неприятные для Итана пути. Да, да, да. Именно через такие вот пути. Итан, ты главное два пальца в рот не засовывай. А то сейчас плюёт ещё. Будет не в теме. Ой. Чё-то мне самому как-то уже не по себе. Так, всё, вот мы дошли в сейврун. Так, давайте, наверное, пока что уберём ключи со скорпионом. Точно. Точно мы пока что рукоятку... Хотя рукоятку может пока оставить. Давайте твёрдое топливо пока уберём, потому что, ну, реально, пока оно нам не нужно. Давайте сохранимся. Так, и значит, мы давайте уже побежим непосредственно. Используем, да, данный ключ с вороной. И он не один, насколько я знаю. Дверей ещё в главном доме Бейкера хватит с вороной. Ещё мы по пути же, ну, по-моему, встречали двери со змеёй. Нам тоже предстоит добыть ключ со змеёй. Насколько я помню. И, по-моему, всё. То есть ключ скорпион, ключ ворона, ключ змея. По-моему, всё. Больше ключей с логотипами животных нам добывать с вами не придётся, если я не ошибаюсь. Вот, там, алтарь, давайте мы откроем, наконец-то. БЛЯДЬ! Пизду твою раздаю, что ли, блядь? Ещё с хуйю, блядь! Чё-то я раздаю, ёбаный мёдь! Ты ебанулась, мать! Ты ебанулась, мать! Ты ебанулась, мать! И хвальсас! Чётки в сторону! Мать, ты ебанулась реально в край, я тебе серьёзно говорю. Тут уже мы вынуждены использовать огнемёт. И если бы мы огнемёт просрали на неё тогда, чтобы просто её оглушить и получить ачивку, то у нас бы уже не было боеприпасов, сутка. Так что просто мочим, просто мочим, ничего не останавливаемся. То, что бывает в небе, то суёт нос туда-худа, а исследуя! Ой, блядь, суёт свой нос. А ты не суёшь свой нос, всё, блядь, исследуешь тут. БЛЯДЬ! Чё-то у меня никто не упал. БЛЯДЬ! БЛЯДЬ! Поднимаемся обратно сейчас уже. БЛЯДЬ! Уходи просто, уходи, Бейкер, уходи отсюда! Я не хочу тебя видеть. Так, давайте применим данный ключик, наконец-то, интересненький. И зайдём, собственно, сюда. Срабатывает сейф-поинт, а я пока гляну, сколько там что. Да как. Только 12 минут прошло. А время? 24. Нормально. Только половинку мы с вами записали. Так, давайте, давайте, давайте. Тут телефон, скорее всего, нам... Ой, я прошу прощения, было открыто окно, шумы машин, всех этих, скорее всего, в веб-камере это могло быть слышно, поэтому я закрыл окно пока что на время. Потому что звук из-за этого мог искажаться, поэтому лучше не рисковать. Так, вот мы видим сразу же шкафчик, старый велосипед, обдрипанный весь. Вот. У меня такое же, ладно, шучу. Вот, телефон и какой-то сундук. Снова сундук какой-то. Ну, то есть не сундук, а кейс, не сундук, я перепутал, не сундук, кейс какой-то, видим. Кейс, сейф, называйте как хотите. Заебись. Ну, нифига себе, скелет какого-то ребенка или что это такое. Касательно сыворотки серии, следующие параметры позволяют синтезировать сыворотку серия D, черепной нерв, серия D. Два серия D. Один серия D, черепной нерв, два серия D, периферически нет. Кажется, все. Ну да уж, не то слово. Капец, короче, капец. А вот уже звонок, уже звонок. Давайте все звонок. Чашку кофею, я тебе... Он меня забанил! Если любите парнушку, мелко с волосами... Нахуй нужен? Блядь, там, сука, зеленый фон-то, ебаный ты ворот. Вот если любите парнушку, мелко с волосатым петином и друг... Блядь, я не... Сегодня мы почитаем веселые комменты и, в общем, я вам расскажу об этом... Блядь, это пиздец. В этой ситуации, для тех, кто не следил за моим инстаграмом. Да, сыворотку мы не нашли, придется ее изготавливать, как бы это прискорбно не звучало, но да. Давайте поднимемся, что ли. Дальше. И нам нужна голова и рука, получается, серии D. Мы ее будем искать непосредственно сейчас. Так, это какой-то Вуду непонятный. Собственно, тут у нас... Ой, еще книга. Десятое октября. У меня весь день звенит... У меня весь день звенит в ушах. Не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. Как говорит Зоя, эта девочка странная и женщина, которая с ней пришла тоже. Пятнадцатое октября. Мне чудится и слышится всякое, и меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там мне сказали, сделали рентген. Что со мной происходит? 23 октября. Девочка мне кое-что подарила. Непонятное число октября. Я положила подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где его никто не найдет. Вот это, кстати, важно, народ. Вот это важно. В некоторых записке есть просто записки, которые, ну, вообще просто вот читаешь и все забываешь. А в некоторых реально таится какой-то секрет, который вот тебе поможет в будущем, в прохождении. Эта рука признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет испортить это счастье, то я его просто убью. Непонятно, от кого это письмо, то ли от той девочки, то ли от Зои, непонятно, короче. Нет, от Зои вряд ли. Зои бы никого просто так бы не убило. Тут у нас фортепиано, в котором ничего нету. Так, шкафчик, топливо. Ну, топливо это логично. Куда теперь дальше? Ну, дальше сюда, только дальше. Больше никуда не остается. Так, тут у нас, вот, еще фигурка. Ну, это фигурка на виду, это невозможно пропустить. Вот еще шкафчик. Древняя монета. Мы пропустили в той комнате монету, которую мы не собрали, у нас был полный инвентарь. Ту комнату, в которой мы нашли ключ от вороны. Да. И тут нужно фонарик найти. Да, нужно найти фонарик. А фонарик есть только... Мы знаем у кого. О, да-да-да, народ. Именно у этой Маргарет, сука, Бейкер. Да. Нужно у нее взять фонарик и поставить его, чтобы открыть дверь. Ну, к сожалению. Вся логика... Вся логика большинства резидентов именно в этом. Как бы это прискорбно бы ни звучало, да. Вся логика именно в этом. А вот и фонарик. Она его забирает. Скотина! Стоять! Ты адресована! Ну, пройдем тогда просто. Она уже убегает, зная, что нам нужен фонарик. Кто ж тебя программировал? Вот, ебаный ты урод. Ммм, не то слово. Сейчас опять забуду, где там я что озвучивал. Где-то вставлять озвучку. Сейчас опять, блядь, забуду. Ее пересматривать всю серию, блядь. Капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, народ. А мы, походу, приближаемся к одному моменту. Нет, я все-таки, наверное, в этой серии пока этот момент проходить не буду. А вот мы открыли с другой стороны дверь. Ну, что за хуйня открыл? А вот. Так, давайте пока исследуем. Да-да, близится босс батл. Да, именно с этой Маргарет Бейкер. Страноценная фотография. Конечно, ценная фотография с унитазом. Ебать, ебать ценность, конечно. Вообще прям здоровская такая. Так, нет, нет, нет. Это второй этаж. Давайте. Босс батл, я думаю, мы до 30 минут в этот босс батл не уляжемся. Я думаю, мы, наверное, его пройдем в следующей серии. Ну, нам придется, потому что именно у нее находится этот фонарик. Заперто с другой стороны. Ну да. Именно у нее находится фонарик. И мы должны его вставить. И придется нам ее убить. Да. Как бы это прискорбно не звучало. А вообще прискорбно. Чего ее жалеть-то? Она своих детей толком-то не любит. Она всех унижает. Не знаю, как там у них было до вируса. Не знаю вообще, как у них там было до вируса. Но... Но... После... Ну... Во время вируса и после она относится к Зои и Ми. И вообще крайне хуёко. Так, у нас тут опять закончился инвентарь. Так, придется нам сейчас побегать. О, отмычка. Отмычка это хорошо. Ух ты, зажигательные боеприпасы. Ничего себе. Трава. Короче, нам придется сейчас побегать. Нам нужно взять этот синий эпоксид. Подготовиться к босс-баттлу. Да, именно так, народ. Нам нужно подготовиться к этому босс-баттлу. Ну, вообще, так сказать, не особо сложный босс-баттл будет. Ну, не знаю. Я уже давно не играл. Я уже забыл. Толком. Как там да что? Давайте вернемся в сейв-рум. И выложим ненужные вещи. Вот. В восьмой части такого, сразу говорю, не будет. Там прям, ну, все как в четверке. Все как в четверке. Не буду... Это не спойлер. Сразу меня не ругать. Нифига не спойлер. Но там очень похоже на четверку. В плане вот именно всей атмосферности и прочих у меня. Так, давайте выложим, наверное, мы... Боеприпасы зажигательные. Потому что у нас нету гранатомета. Так, давайте выложим, значит, рукоять. И, не знаю, выкладывать или не выкладывать. А там будут... Нет, там, по-моему, будут... Да, там будут места с рукоятью. Я вспомнил. Ее выкладывать нельзя. Выложим, наверное, вот эту ценную фотографию. Нифига нам ценная фотография. Так, ну, монету мы сейчас прибавляем... Используем. Где-то здесь. Да, давайте, наверное, используем ее здесь. Так. Ну и, в принципе, у нас остается... Остаются места. Давайте. Раз. Два. Давайте, наверное, патроны. Серьезно. Нормально. А что же я их до этого не нашел? А это что вообще патроны-то? Крупнокалиберные патроны. А, это для какого-то оружия. Может быть, это для оружия Альберта. Давайте попробуем. Да, блин. Попробуем стрельнуть. Да вы серьезно? Мы его даже экипировать не можем. Ладно, фиксим. Раз. Два. Так, все. Сейчас мы возвращаемся. Берем эпоксид. И все. И следующая серия уже начинается с босс-баттла. А ну, а я возвращаюсь сюда же обратно. Но вы это уже не увидите. Это уже будет за кадром. В этом нет необходимости. Вернусь я уже сам. Ну что же. Синий эпоксид. Какая же у него польза? Какая же у него... Ну, в принципе, улучшение по сравнению с... С желтым эпоксидом. Есть красный эпоксид, есть желтый, есть синий. Так, трава. Взяли траву. Хорошо, сделали на самом деле народ то, что вот объединяют. Один предмет вот ставят один, два, три. То есть не все они в три клеточки. А именно в одну клеточку все два предмета. Это хорошо. Давайте прочтем. Можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид. Тогда их снова можно будет использовать отделить. А, это типа просто отделитель. А, ну по сути это, ну не знаю. То есть если мы сейчас соединим с аптечкой, то мы вернем желтый эпоксид. Ну короче, хрен какая-то полная. Давайте мы на нее выбросим. Мне нет необходимости. Какая-то ерунда. Да, я думаю что-то полезное. Это какая-то ерунда. Ладно, все, у нас и так всего хватает. У нас и так две травы, четыре аптечки, огнемет, дроба. Да хера у нас всего. Поэтому волноваться, я думаю, в принципе не о чем. Ну что же, народ. Все, вот здесь у нас будет босс-баттл. Сейчас, да. Ну это как бы логично. Даже если вы бы не проходили, вы бы и так это поняли, что будет босс-баттл. Это и так дурачку понятно. Ну что же, это была шестая, да, шестая серия второго сезона Resident Evil 7. Да. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Оценивайте, ставьте пальцы вверх. Кому понравилось, пальцы вниз, кому не понравилось. С вами был я, Кирилл Ржевский. Пока Паша, пока все друзья, народ, зрители, подписчики. В общем, увидимся мы в следующей, мать ее, серии Resident Evil 7. Редактор субтитров А.Семкин